Да, продолжаем. Слава Богу, друзья. Слава Иисусу Христу. Говоря о Восточной Церкви, о Православии в целом. Я убежден на все сто, что это одна из самых или даже самых проблематичных ветвь христианства вообще. Но я знаю, что там, где тьма усиливается, но свет еще ярче. И события последних лет моего служения для меня были в этом утверждением. Слава Богу. Слава Богу. Помните, что я рассказывал на прошлых занятиях, да? Что в христианство стали проникать такие, на Востоке, оккультные учения. Вот брат вопрос задал, допустим, на том уроке, что, значит, неужели священники не читают Библию? Вопрос-то хороший, очень даже хороший вопрос. Но дело в том, что большинство священников наших православных, люди невозрожденные, не знают Бога. Даже заканчивая там семинарию, духовную академию. Большинство священников даже не понимает, как спастись и в чем путь спасения вообще заключается. Если вы спросите обычного священника, вот как спастись, в чем спасение? Ну, обычный ответ, вот, ходи в храм, праздники соблюдай. Да, ставь свечки, значит, помогай людям, бедным, ну, жертвуй в храм, там, ну, что угодно будут говорить, но вокруг да около. Он в целом геет, в целом геет. Из-за системы многобожия, будем договорить, Иисус Христос потерялся, как иголочка в стогу сена. Иисус, Он, для большинства священников, непонятно вообще, кто Он такой вообще. И большинство священников, кого я знал, допустим, и знаю, заканчивая семинарию, не понимают, для чего Библия нужна вообще. Многие священники убеждены, что Библия никакого отношения к нашей вере вообще и к нашей действительности сегодняшней не имеет абсолютно. Это священная книга, это святая книга, перед ней становятся на колени, целуют ее, ебан очень торжественно, красиво ее на распев поют. Она священная именно, но никакого практического не имеет смысла, что ли. То есть, как вот Марцинковский был такой, Владимир Марцинковский сто лет тому назад. Одно время он был православным таким реформатором. И он разговаривал с коммунистами, с красноармейцами и матросами. И он попытался этих матросов и солдат пристыдить, что они делали беззаконие просто. И он говорил, что вы же христиане, ну вы же Библию должны хотя бы элементарно знать. Евангелие. Они говорили, что нас учили целовать ее, но не читать. Но вера не от целования Библии, а от слышания Слова Божьего. Последние годы ситуация меняется постепенно в лучшую сторону. Особенно здесь, в Украине. Я встречаю очень много священников, которые читают Слово Божье. Многие священники в интернете слушают проповеди других проповедников, правда, протестантских проповедников. Имеют общение с разными верующими, других конфессий. И они делают общение с другими верующими из других деноминаций. Это очень хороший знак. И это, как бы, знаете ли, такой толчок к реформации внутри православной церкви. Поэтому я думаю, что вот как раз в эти последние времена это все свершится, в наши времена это свершится. Я помню, в Лавру приходил, давно уже давно. Я попал в черный список туда. На входе в Лавру меня однажды задержали, остановили и показали, что там у них доска висит на обороте, написано, что лица, которым запрещен вход в Лавру. Вот так вот, да. Их разыскивает милиция, да. Но когда еще можно было заходить, я заходил, общался с семинаристами, с ребятами, с молодежью. И один раз, ну самый первый раз, был такой диспут интересный, образовался у нас такой разговор. Со мной были учащиеся протестанты, учащиеся в библейского института. Это были песятники и харизматы. И мы общались, получается, с первым классом семинарий, да. Молодые ребята. Будущие священники православной церкви. И эти ребята, они стали убеждать, что именно православная вера истинная. А все остальные деноминации, это все ложные вообще. Но я тоже раньше так верил. Я раньше верил, что только лишь у нас в православии есть, ну вообще, все, жизнь, вообще Бог. Я верила, что Бог существует и правда существует только в православной церкви. Когда я поцерковился, когда я стал священником православным, то я держался этой верой, сам держался. И я других этой же верой заражал, как бы, значит. Сейчас самому даже, ну, чудно, честно говоря. Вот, и я, конечно... А, в девяносто первом году я еще служил в Рязани, в соборе священника. Это были последние месяцы Советского Союза как раз. Вот, и со своей матушкой, ну, жена моей. Вот, мы разговаривали. И вот как-то разговор зашел о баптистах, о неправославных. Я даже не помню даже, с чем мы начали разговор. Но она меня удивила. Она мне сказала, вот, я еще девчонкой была, и помню, была у нас знакомая одна, моих родителей, родственников, женщина-баптистка была. И эта женщина приходила к нам в гости. И она рассказывала, моя жена, что эта баптистка, она все разговоры в доме переводила к Иисусу Христу как-то плавно. Вот, это были еще 70-е годы, конец 70-х. Вот, и тогда о Боге вообще мало кто что-то слышал вообще. Но эта женщина была такая, как бы, ну, евангелистка. И она рассказывала об Иисусе Христе так, как будто бы он прям там вот присутствует прям. А там все были неверующие, коммунисты, атеисты все были вокруг того. Но все замолкали. Потому что такого они ни по телевизору не видели, ни по радио не слышали, это для них было чудно все было. Вот, и эта женщина, эта женщина начинала всегда петь. Она пела об Иисусе Христе. И она плакала. Вот так, что, ну, короче, люди понимали, что она реально вот верит и реально, как будто он там прям присутствует, прям там вот. И жена моя говорит, ну вот, она была всю жизнь баптисткой, она померла. И неужели она в ад пошла? А у меня насчет по сектоведению было пять плюсов. Ну, конечно, было хорошо. Я говорю, слушай, ты же матушка, ты же жена. Как ты можешь допускать мысли вообще такую крабольную? Я говорю, если мы православные едва спасаемся, то на что они вообще надеются вообще? И понимаете, я внушал жене своей вообще, ну, даже больше такие разговоры не заводить вообще. И я был молодым и очень радикальным. Да, с таким татарским экстремистом как был. Разговорный экстремист. Вообще, вообще, такие разговоры больше вообще даже нельзя такие допускать. А если кто услышит? Только православие, все, или смерть, все, короче. Вот. И, значит, и, представляете, в девяносто шестом году, да, прошло несколько лет всего, у нас снова женой был разговор на эту тему. Вот. И поводом послужила одна книга. Я прочитал проповеди одного протестантского проповедника, и потом эту книгу дал прочесть своей жене. Потому что эта книга очень сильно потрясла меня. Вот. И жена читала, она плакала. А потом говорит, напомнила мне разговор девяносто первого года, короче. И она сказала, ну, а вот теперь, как ты скажешь, все-таки, ну, в ад, или как? И она сказала, ну, а вот теперь, ну, все-таки, ну, в ад, или как? Ой, мне было уже, эту женщину трудно в ад отправить. Мой суд был другой уже. Я, значит, сказал так, ну, может, ну, не в рай? Ну, где-то возле рая, хотя бы. Ну, знаете, может быть, вот так вот, не то чтобы в Царстве Божье прямо. Ну, там же есть какие-то там 50 отец серого. Там же есть какие-то такие, ну, не знаю, ну, как сказать, может быть, предбанники какие-то там. Может быть, там дрова рубить, там, воду носить. Вот, может быть, туда их пустят, как бы. Вот, и прошло несколько месяцев после этого. Я пообщался с протестантами, очень разными протестантами тогда. И с католиком познакомился, со священником католическим. Миссионером настоящим. Вы знаете ли, я понял такую вещь, что Дух дышит, где хочет. И порой не там, где я хочу. Где Он хочет. И Он хочет дышать. И никто не остановит Его. А если Он не захочет, никто не заставит Его дышать. И если мы уважаем другую личность, то мы уважаем ее мнение, этой личности. Но если Божий Дух Святой, это величайшая личность во Вселенной сейчас здесь. То мы должны уважать мнение этой личности. И не диктовать условия. А то получится, как в той сказке Пушкина про рыбака и рыбку. Но Дух Святой никогда не будет, знаете, на посылках у нас. Никогда не будет. На побегушках. Христос никогда не будет подкаблучником. Никогда. Никогда. Церковь повинуется Христу, а не наоборот. И когда, значит, церковь возомнила себя, и вообще христианство, иерархия сама, начинает мыслить, что Христос, как бы, мы можем им понукать, вертеть им куда хочешь. Это грех. Как вот в такой присказке, да, муж говорит, я, значит, голова, голова, а жена говорит, а я шея, куда хочу, ну дай головой. Но тело Христа дружит с головой, слушается голову, слушается голову. Не наоборот. Не наоборот. И Израиль в своей истории, как и церковь христианская, сравнивается с возлюбленной, с невестой, с женой и с блудницей. Это сравнивается с блудницей, с любимцей, с женой, но также сравнивается с блудницей. Блудницей. Проститутка. Не, хор не совсем блудницей. Проститутка. Это сравнивается с проституткой. Да, значит, и... Потому что, да, на самом деле, это очень схоже. В Библии об этом говорится много. У пророков, у больших пророков и у малых пророков. Израиль, когда начинал молиться каким-то богам другим, помимо Господа, Бога, Смогущего. Израиль не забывал о Боге, они помнили всегда Бога, истинно, Бога Авраама, помнили. Израиль не забывал о Боге, они помнили Бога Авраама. Но они начинали молиться кому-то еще, другим богам, помимо Бога истинного. И в глазах всемогущего Бога это было как будто бы нарушение супружеской верности. И Бог обличал своих людей, свой народ, обличал Израиля в неверности. Называл грудницы, да, проститутки называл, но каждый раз призывал вернуться. Он призывал вернуться назад. И вот я говорил, что еврейское слово, означающее покаяние, как оно звучит? Тшува, тшува. Метаноя это греческое слово, нет, оно тоже очень красивое, тоже хорошее. Но просто еврейское, оно более отражает саму суть процесса. Тшува, тшува. Буквально возвращение. Вернись, я все прощу Богу говорить. Начнем сначала. Вот, и он очень ревнивый. Почему еще ревнивый? Не потому что эгоист. Хотя его можно самим супер эгоистом. А потому что он любит нас. Потому что он создал нас. И человек, который начинает самое интимное, самое сокровенное в себе. Сердце свое, дух свой. Открывать для кого-то еще помимо него. Запускается как бы механизм самоуничтожения просто. Когда человек молится, он открывает самое интимное внутри себя, самое сокровенное. И наше нутро, наше естество создано для общения с Ним, ни с чем-то еще другим. Вот почему много Божия является грехом разрушителем. И это нарушение первой заповеди. Самой первой заповеди Бога. Я однажды попал на конференцию, случайно. Во Франции город Лиль. Я приехал вообще в Бельгию. И в Голландии был. А братья сказали, вот здесь есть служение, если вот рядом, недалеко мы проедем сейчас на машинах, в город Лиль. Там есть русская община одна, они будут очень рады, если вы там хотя бы слово скажете, там как-то поделитесь. Я говорю, ладно, ни разу не было чего-то разу, давайте съездим. Интересно. Я же по-русски вообще ничего. Я поможу банджужки. Не знаю, но, знаете, вот интересно. И случайно мы заехали, попали на одну конференцию. И местные братья, они переводили меня на русский, о чем идет речь там. А там были католики, как бы реформаторы, как харизматики. Один из спикеров был бывший священник, где-то под Париже. Ну, короче, католический французский священник. И он рассказал историю, которая мне была очень похожа на мою историю. Короче, он стал священником где-то не далеко от Парижа, в небольшом городке. И он рассказал свою историю такую. Только я не понял, он сейчас протестант или еще католик? И вот, когда еще раз был семинаристом, он познакомился с молодыми людьми, как католики-харизматики. Они молились на языках, пели песни, под гитару пели песни такие евангелизационные. Они общались там с разными верующими в других конфессиях, это молодежь католическая. Там разные люди разных национальностей были, арабы, черные, белые, всякие-всякие. Общение такое было у них там. И у них всегда там было, они читали Библию, молитвы там, Иисус, Иисус, Иисус у них всегда было. А дальше он рассказал, что уже на приходе у себя, в этом поселке своем. Он общался с людьми и видит, что там вообще темный лес. Что его прихожане, короче, больше молились там, ну понятно, как и обычные католики. К Богородице, к Мадоге, к святым там каким-то там и прочее, прочее, прочее. И он там сделал, а, как стенгазету такую повесил у себя в церкви, в костюме своем. Вот, и проводил каждое воскресенье опрос. Вот, как бы рейтинг святых назвал. Он, как бы, подошел творчески к этому. И, значит, кому больше прихожане умолятся, как бы. В течение недели там, значит, там. Вот, он добился очень скоро, что рейтинг Иисуса был самый великий. А вначале у Иисуса был самый низкий рейтинг, наоборот, как раз. Даже Тараза Капускина очень выше, составляется, то есть, что он был. А потом он рассудил так, что, значит, что, ну, ведь Иисус не только первый, он вообще и первый, и последний, он и альфа, и омега, и вообще, зачем нам нужно кому-то еще молиться? Вы знаете, я тоже так рассуждаю, что Иисус, он и начало, и конец. Что он все для нас, христиан. Он явил Отца. Никто больше не явил Отца. И он стал посредником, ходатаем, первосвященником. Первосвященником. Вошедшим во Святое Святых, на небеса. За всех нас. Себя непорочного принес Духом Святым Богу. И 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он за нас ходатайствует. Друзья, и я скажу, что проблема многобожия, действительно, на мой взгляд, это корень всей проблемы в православии и вообще в христианстве. С 96-го года я учу людей, стараюсь учить этому, что во имя Иисуса Христа молимся мы Богу. Мы молимся во имя Иисуса, не в чьи-то другие имена. Во имя Иисуса Христа. Приходим к Богу, как к своему Отцу. Вот, и я говорил на занятиях, что вот с этих соборов, третий и четвертый собор, они стали роковыми в истории христианства вообще. И к 843 году эта система, как снежный ком. Вначале ком был небольшой, потом больше и больше, он докатился сюда, в огромного монстра превратился просто. Если изначально шла речь о десятках некоторых посредников к Богу, ходатаях. Если в начале было только 10 различных медиаторов, после того, как ты пришел к Богу, интерсессор. К 843 году шла речь уже о тысячах и тысячах посредников вообще. Я сейчас понимаю так, что враг специально это сделал. Он не может в христианстве отменить Иисуса Христа. Но сделать его одним из многих. Разбавить, рассеять, чтобы не было христоцентричности. И попробуй спастись здесь. Попробуй найти истину здесь. Тогда. Получается такой, ну очень серьезный обман. И это бавилонская система. Это прелюбодеица система, блудница система. А выход один. Опять-таки это сам Иисус Христос. Вернуться к нашей первой любви. Вернуться к тому, от чего мы отпали. В протестантских церквях нет этой проблемы, слава Богу. Ну, в целом. В целом. Слава Богу, что в 1517 году. Началась Великая Реформация. Эта дата стала поворотным вообще моментом в истории, в мировой истории христианства. И для Востока, и для Запада, для всего христианства вообще. В 1517 году. Католический тогда монах Мартин Лютер, немецкий реформатор. Он прибил тезисы к дверям Витамбергского собора всех святых. 95 тезисов. И в 19 веке. Чарльз Перджин, король проповедников его называет. Он сказал так, что стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. Но можно даже так сказать, продолжая мысль эту. Что стук молотка этого монаха пробудил весь христианский мир. Началась эпоха Великой Реформации. Если рисовать график истории христианства. График, который отражал бы взлеты и падения церкви. То, несмотря на некоторые частости. В целом, история, начиная с этого самого злополучного собора, шла вниз. Хотелось вниз, по наклонной, история наша. Иногда чуть поднимаюсь вверх, но затем еще круче падает вниз. Иногда, может быть, мы получили какие-то выше. Но в целом, это просто вниз. Самое крутое пике началось после 1843 года. Просто вниз, просто крутое. Но эта эпоха достиг и потом резко вниз. Эта эпоха, в целом, можно назвать эпохой Великой Деформации. А затем началась эпоха Великой Реформации. То есть, была деградация церкви, отступление, постепенное, иногда очень крутое падение. После 1517 года, постепенно, опять-таки, не все так было гладко, не все так было ровно, но, постепенно, кривая наша стала подниматься вверх. Восстановление проживания. Пять столетий продолжается эпоха вот этого восстановления церкви. Церковь Бога Живого сравнивается с Храмом Божьим. Это и есть Храм Божий. Кто-то думает, что Храм Божий, Третий Храм, это будет тот самый, который будет восстановлен в Иерусалиме, там, на Сионе, в Израиле. Даже если там будет что-то и восстановлено. Даже если. Это не будет Третьим Храмом. Потому что Третий Храм уже есть. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 3.16, вот так, я уже цитирую. Разве не знаете, что вы Храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Апостол Павел написал это, когда Храм Второй еще не был разрушен, еще до разрушения Храма. Но этот Дом Божий, Тот Дом Божий, Второй Храм, остался пустым. Помните, Иисус говорил, Машер сказал, что все оставляйте Дом ваш пуст. Помните, да? В Иерусалиме лишь один дом мог по праву именоваться Домом. Это не Дом Царя или какого-то олигарха. Это Дом Бога. И действительно, после того, как Иисус это сказал в 30-м году нашей эры. Помните, я рассказывал, да, об этом? Что были страшные знамения 40 лет подряд. Мессия сказал, что храм будет разрушен, камни на камне не останется. И между приговором Небес и временем исполнения прошло 40 лет. В это время стала строиться уже новая постройка, новый храм. На основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Это третий храм Божий. И в отличие от предыдущих построек, этот храм вечный. И он строится из живых камней. Хотя и прежние храмы, они хотя бы были из мертвых камней, но все равно душой этих храмов была вера людей. Но первые храмы, первых два храма, они были лишь прообразами вот этого истинного храма Божьего. Третьего храма уже Божьего. И завершением этого храма, куполом его, является сам Иисус Христос. Винцом его. Купол. Написано глава Церкви Христос. Он и основание, Он и глава. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, на протяжении столетий стройка третьего храма велась по-разному. Часто, в эпоху Великой деформации, стройка порой затихала. И знаете ли, как бывает, вот долгострой, да? Что, допустим, строили, строили, потом начали, забросили, и там уже что-то растет на нем уже, там рушится уже, рушится. Вот, ко времени Мартин-Лютер, ко времени начала реформации, все было настолько в плачевном состоянии, что казалось проще снести вообще и строить все по-новому вообще. Но, слава Богу, на строительной площадке появились новые люди. И работа снова закипела. И, мало по-мало, постепенно мы стали возвращаться к первоначальному проекту Божьему. Слава Богу, потому что церковь это не наша церковь, ну она не наша, конечно, но она церковь Божья вообще-то, Божья. Божий проект есть. Это столк и утверждение истины, Божьей истины на этой земле. И поэтому реформация это время восстановления. И тогда, в далеком 16-м столетии, реформаторы, конечно, были люди не идеальны. Они порой спорили между собой, не соглашаясь о разных доктринах, о разных мучениях. Но это нормальная ситуация, думаю. В чем-то. Знаете ли, как Блаженный Августин говорил когда-то еще, в 5-м веке. Что в главном у нас должно быть единство. Во второстепенном свобода, разнообразие. А во всем любовь. Да. Еще вопрос. Я бы хотела немножко вернуться к собору и просто попросить объяснить символ веры и филиоква. Постараюсь. Искажение от сына, да. Вот на первых двух соборах вероучительно оставались на библейских позициях. В отличие от последующих соборов. Эти два собора стали антибиблейскими. Но эти сохранялись в библейской традиции, в библейском учении. Если для участников вот этих двух соборов слово Божье, оно имя пренебрегалось. Это было в 5-м столетии. Но в 4-м веке слово Божье еще было на высоте в христианстве. И для большинства участников этих соборов, так говорит Библия, это было не пустым звуком. Это было действительно словом Божьим. Я акцентирую ваше внимание на других вещах, правда. Я вам рассказал о страшной ошибке, допущенной на этих двух соборах. Я назвал эту проблему Цезарь-попизм. То есть подчиненность Цезарь-государства. Подчиненность Цезарь-государства. Они допустили стратегическую очень такую фатальную ошибку. Нельзя смешивать Царство Божье и Царство земное. Между этими двумя соборами даже один из императоров был. Его звали Иавиан. Он сказал так в собрании епископов. То, что мне угодно, это и есть канон Церкви. И это была страшная ошибка, конечно. Но из положительных вещей этих соборов двух было определение веры. Крит тот самый символ веры. Кстати, в православии каждое служение, каждую литургию поется этот символ веры. В католической тоже. Но в православии это одно из кульминационных и самых торжественных моментов как раз. Но в орхотепсе это самое важное и важное событие литургии. Постараюсь. Вообще для меня это был очень трогательный момент всегда. Особенно когда я был диаконом. Я очень любил диаконское служение, честно говоря. И диакон в православии это как еще певец. Он как литер прославления. Он ближе к народу и он много поет. Я это обожал. Вот и молодым диаконом я выходил. У меня аж еще сюрприз есть. Сюрприз. Не, не, у меня... Вообще мне чего-то нету. Жена говорит, у тебя платье больше, чем у меня. Я говорю, поп-модель. Брат, иди сюда. Аксиос, как говорится. Застроен. Игарь, это злой. Это шоу. Филпик, селпик. Руки сюда. Молодец. О, смотри. Игорь превращается, превращается. Вот. Вот это стихарь называется, стихарь. Вот. И диаконы, и подиаконы носят подобные. В принципе, и просто служители даже церкви, которые могут там встречать, например, людей. И у нас тоже один процент. Перед служением. Для многих людей, приходящих, уже как бы видно, что он в церковь идет. И в традиционном православии священник лицом к народу редко поворачивается. Он, в основном, занимается таинством. Да, мистери. А диакон, он выходит к народу часто. Еще раз, сюда, поближе. Ближе к народу, да. Ближе. Вот. А диакон, он всегда там, он ближе к народу, и он поет, разношает. А священник он занимается больше своими делами. А потом сделает фотосессию. Да, я специально взял такие стихари, чтобы сделать что-то про фотосессию. И... Есть причина, почему жёлтая? Потому что я не знал. Вообще, золотой цвет считается золотой, жёлтая, разные варианты. Да, это как бы золото. Но финансово не могу позволить себе золотые какие-то там вещи. Обычно просто жёлтые обоживаются. Там тёмно-жёлтые, ярко-жёлтые, всякие-всякие варианты. Да. И вот такие золотые цвета, они означают как раз воскресенье. Означают, ну это самый популярный в православии цвет, обычный цвет. Вот, потому что служение по воскресенье, допустим, проходит, и там священники тоже. Есть священнические облачения такие, есть диаконские жёлтые, золотые. Есть ещё такие шапки, у меня вот клубок, да, чёрный просто клубок, это больше как рабочая шапка такая. А есть такие с камнями и не просто стеклышками, а с камнями, золотом. Я в Москву приезжал в магазин, там, Софинский магазин. Там, значит, я думал, что это номера телефона в контактах нет, это такие центры. Вау. А когда я зашёл в валютный зал, мне вообще через офисово вообще. Самая простая шапка стоила 50 тысяч долларов в Американстве. Самая простая такая заказка. Полудрагоценные деньги, камни. И тут же каталог лежал, под заказ можно было заказать полмиллиона долларов шапку такую. Под заказ именно, тебе лично. С небольшой предоплатой ты мог потом получить эту шапку. Представляете, в такой шапке ходить. Ну да, да, да. Ну, можно попроще, за 50 тысяч можно купить. Попроще, да. Попроще. Вот. 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 Понимаете насчет... О, перезятый. Это что, нормально? Да, я очень четко себя чувствую. Вот. Может быть, отдаваю это. Может быть, будет помощником, служить будет, а? Я и так слушаю. Да. Вот. Я же еще что хочу. Сделаем там на улице фотки. Сделайте и сестры, и братья, вот таких вот этих, допустим, кто хочет таких стихарях. И персонально так вместе. Потом скажете, вот у нас был православный архиерей, архиепист был в Костяковке, значит, преподавал. Благоставлял нас, скажете, я реально же благоставляю. Если кто-то там, где-то там на миссионерских полях вопросы будут задавать, а вы же не православные, мы там православные. Это был стол. Смотрите. Это было. Нет, на самом деле, если даже это одной душе поможет спастись, есть смысл это делать вообще. Знаете, вот в рясах, рясы тоже разные. Я же вот взял красную, мне нравится еще такой цвет, еще такой красный. Кстати, она тоже с вышиванкой такой. Да, да, да. Да, ну понимаете, с одной стороны это просто облачение. Понимаете, значит, и для меня, как для православного реформатора, тоже вопрос такой стоял не раз. Нужно ли это вообще, и для чего это нужно? Может, проще надо, как вот протестанту допустим, просто обычно одеться и все. Обычно светской одеждой. Я иногда проповедую и просто по гражданке, когда просят меня допустим, а вы безразно можете? Могу. Правда, это редко очень, очень редко бывает такое. Но я каждый раз объясняю, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Никто на Синнаме, там, насчет... Не-не, тот, кто в нас, внутри нас. Он. Сам. Он. Кстати, был случай такой в Штатах, в Америке. Я там бывал не раз, но бывал всегда в русскоязычных общинах только вот. Некоторые из них арендуют помещения в американских цеплях, в зданиях цепей. И в штате каком? Висконсин. А, Висконсин. Гринбэй. Висконсин. Мне понравился. Такой простой сельский такой. Сирый. 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 Но мне понравилась атмосфера в этом Штатах. Но мне понравилась атмосфера в этом Штатах. И, знаете, интересно, что там, в американских цеплях, там, какая же страница, да? Флаг Америки и флаг христианский, да? Два флага. Американские церкви имеют традицию, добавляя два флага там. Американский флаг и христианский флаг. Мне это очень... Да, можешь сразу деться даже. Ну, зачем? Разоблачайся. Это, говорит, облачаться, это разоблачайтесь теперь. Отцы, говорит, разоблачайтесь. В русском языке. Двояко. Вот, значит, и... И что там произошло? Оказывается, вот эта церковь, пятьдесятническая, собиравшаяся в Гринбэе, там... В американской церкви писательской. Они настроены антиамерикански. Они живут в Америке, но не любят Америку вообще. Притом настолько рьяно, что я даже был в шоке, честно говоря. Я думал, это как будто попало в Советский Союз. Микро, микро. И прямо перед собранием, значит, перед началом служения. Американский флаг торжественно вынесли и унесли, спрятали. Ой, позорище. Вот я, значит, посмотрел, ну ладно, как бы, у них свои там тараканы. И плюс еще ко мне подошел дьякон и сказал, вот братский совет посовещался и к вам есть предложение. Вы не могли бы у нас проповедовать без ряс? А я приехал уже, приехал сюда. А я под низ не одел там что-то соответствующее. Встал бы, хотя бы, ну взял бы пиджак, взял бы, ну хоть что-то было. А у меня внизу была американская рубашка, американская флага. На сейлах купил там и ехал. Представляете, я говорю, окей, я так ем. Снимаю рясу. Опа-да. У этих стариков челюсть отвисли. Потом они сказали, лучше бы он при Аси проповедовал бы. И я думал, свидетельствовать только лишь в этой церкви. А Бог дал слово как раз для молодежи. Бог дал слово как раз о пробуждении в Америке. О корнях веры в Америке, о пробуждениях в Америке древних. Молодежь загорелась. Островики вслепают. Какая-то пробуждение. Да. Ревайваль. 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 Молодежь зажглась. Так что вот такие бывают случаи, такие. Так что вот такие бывают случаи, такие. Ну да. Да, всякие бывают. Ну, еще раз скажу. Что я для себя ответил следующим образом. По поводу рясы. Ношение, не ношение рясы. Как реформация. Как реформация. Даже если это надо ради спасения одной души. Я буду это делать. Даже если одна душа придет к Богу, покаяться через это. Я готов это носить всю жизнь вообще. Эту рясу. Пусть это выглядит старо и как бы не модно. И все. Я буду это делать. Но сотни и сотни людей уже за эти годы покаялись. Благодаря служению в этой рясе. В разных ситуациях. Не только в собраниях. Я помню, давно уже был случай. В 97 году. Я приехал в Москву. И мне надо было... В Подмосковье. В Московскую область. И мне надо было ехать за билетами на станцию железнодорожную. Ну, в районном центре. И я поехал в Рясе. Было лето, жарко. И я сам себя осуждал. Зачем я в Рясе поехал? Лучше бы поехал по гражданке. Тем более я же чисто за билетами. Я же на служение не такой. И я подумал. Почему я наделала эту ряду? Она так холодная. Я не могла бы просто наделать нормальные билеты. Ну, ладно. Приехал. Я там стоял в очереди долго. С билетами. И, одним словом, одна женщина покаялась. Которая на этой станции, оказывается, она ждала поезд, чтобы броситься под поезд. И она не сразу открылась, но когда мы... Короче, с ней несколько часов просто мы с ней общались. Она покаялась. Она попала мне прямо. Но мы с ней спали несколько часов поговорить. И она попала. Она попала. И она...